Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить обыкновенную приманку, которая изготавливалась уже неоднократно. Это вулебаггер. Но мы его изготавливать будем немножечко по-другому, так как вы просили меня более подробно показать, как можно еще изготовить эту приманку для спиннинга. Итак, мы с вами сейчас возьмем совсем немножечко свинца, который значительно, как вы видите, толще, и он не совсем нам подходит. Значит, мы закрепили латунный шарик, учитывая то, что вулебаггер сам по себе стример, такой, что ему все равно, как двигаться, жалом вверх, или же наоборот, нам лично не все равно. Поэтому я эту приманку буду изготавливать более предпочтительно для спиннинга, чем для нахлоста. Хотя двуручным удилищем можно забросить. Я вымерю необходимое количество, сколько мне нужно, и укладываю сверху, для того, чтобы моя приманка могла двигаться жалом вверх. И стараюсь ее, свинец, закрепить так, чтобы он у меня располагался строго сверху. До колечка не доходим. Оставляем нитку здесь. И теперь я беру, переворачиваю наш свинец, промажем немножечко клеем. И начинаем теперь производить обмотку по телу нашим свинцом. Следим за тем, чтобы виточки ложились как можно ровнее. В этом исполнении огрузки стример у нас будет идти всегда жалом вверх. Можно изготовить глазки, допустим, гантельки закрепить у колечка. Но, скажу вам сразу, это уже будет не вули-баггер. Приблизительно не доходим пару миллиметров до колечка, вернее, до того места, где мы закрепили свинец. Удаляем наши остатки свинца. Подравниваем. И нам необходимо с вами теперь изготовить хвостик. Промажем совсем немножко, то есть нам нет необходимости это все сейчас скрывать, прятать, так как последующая намотка материала нам даже лучше ляжет на цевье в таком исполнении. Доводим приблизительно до начала загиба, добавляем немножко совсем клея. Клей желательно здесь использовать почти всегда, потому что стример изготавливается в большей степени для поимки небольшой и средней щуки, поэтому нам желательно его закрепить хорошо. Теперь существует бесконечное множество изготовлений этого вули-баггера, но в основном он изготавливается из перьев марабук. Учитывая специфику, что не всегда у нас есть эти перья, я беру вот такую небольшую щепотку меха песца приблизительно по толщине пол карандаша и выполняю следующую операцию. Подшерсток, который очень уж короткий, я удаляю вот так и выбрасываю, а теперь беру оставшиеся вот эти, которые очень длинные, мои волоски, которые мне абсолютно не нужны в моем стримере, убираю. И у меня остается средней длины ворс, который достаточно подвижен и хорошо работает в воде. Если у вас есть возможность изготовить его и найти мех кролика, это будет даже лучше. Вымеряем длину. Она должна быть равна длине всего крючка. Если она будет несколько больше, это не так даже будет страшно. То есть, немножко допускается. Подровняем наш мех и закрепим его вровень с нашим свинцом, чтобы не было у нас бугорков. Подхватили. Как вы видите, он у нас соизмерим с длиной нашего цевья. Крючок я взял, как вы уже просили показывать и говорить о крючках, вот такой фирмы, который практически появился у нас в городе. Мною уже опробован не один год. Достаточно хороший крючок в работе. Это не реклама. И теперь я беру, вот у меня есть всевозможное количество остатков люрекса. Я его буду добавлять в хвостик. Но, для того, чтобы мы сейчас окончательно закончили, нам необходимо взять, разделить нашу нить пополам. Расщепить. Или же, как вам будет удобно, изготовьте даббинговую петлю. И теперь я возьму, совсем немножечко промажу, клеем, ваксой, мою нить с одной и с другой стороны. И буду использовать в качестве привлекающего элемента, вот у меня имеется мех кролика. Буквально вот так вот буду отщипывать, вставлять эти пучочки, а потом мы с вами его подровняем. Вот мы вставили вот такое количество небольшой меха. Закрыли нашу петлю. Теперь с вами прокрутим. Изготовим ёршик из нашего меха. Чтобы у нас было несколько симпатичнее оно, значит, нам необходимо вот так его взять и сразу волоски, которые выдираются, их вот так вот расчесать и удалить. И теперь аккуратно, не отпуская нить, выполним здесь, уводя наши волоски в загибу. вот так будет нам достаточно. Теперь можно выполнить пару-тройку оборотов и отпустить нашу нить. И опять берём наш любимый инструмент в зубную щётку и теперь подровняем хорошо материал. Так как, когда мы установим наш люрекс, у нас уже не будут возможности. Как вы видите, хорошая вот такая кисточка у нас получилась. добавим на место крепления совсем немножко клея, о чём мы не забываем с вами. И теперь приукрасим люрексом. Вот мы закрепили люрекс, я немножечко привёл порядок хвостик, и я возьму леску где-то 0,12-0,14. Это вот в таких покажу вам продаётся наборах разной толщины, достаточно хорошая для нашей работы как вязальщиком и для тела. Крепим её здесь, нашу леску. Теперь нам необходимо с вами закрепить тот материал, из которого мы будем изготавливать тело. Тело мы будем с вами изготавливать из синели. Но это не просто синель, а продавалась в галантейном магазине такая вот тесьма с резинкой, резинка как говорится уже попрела, и она состоит из трёх прядей. То же самое почти, что продаётся в наших магазинах. По качеству не уступает и по крепости. Это уже проверено. я не распускаю, так как тело мне нужно объёмное. И прежде чем закрепить, мы должны с вами выбрать перо подобрать, из которого будем выполнять опушку. Вот я более-менее подходящее выбрал, которое на мой взгляд по величине моего крючка подойдёт. Мы его сейчас закрепим с вами. перо можно использовать любое, но желательно, чтобы оно было контрастным с телом. Так как работать он будет у нас стример при любой освещенности, но щука всегда любит яркое контрастное тело. Кстати, не брезгуют и судак, я уже за форель даже не говорю. Не проматываем, не выравниваем, не подготавливаем наше тело вот так, как есть. Вот в таком варианте мы его и оставляем. Сделаем небольшой узелочек и с вами ромажем клеем и выполним обмотку нашей синелью. за счет того, что я не распускал, не брал определенные пряди с этой тесьмы. Будет вполне достаточно не проматывать, если вы ниткой белой, если вы по каким-либо причинам видите, что вам будет проявляться ваша синель, можно спокойненько взять потом и промотать. И аккуратно подкручивая ее, так как она имеет особенность раскручиваться, начинаем вот так на наш клей проводить обмотку. Как вы видите, сразу выходит сегментация нашего тела. Цвет для тела можно выбрать любой, это уже не принципиально, единственное, чтобы тело было контрастным и симпатичным. Доходим до окончания свинца и здесь крепим нашу тесьму. Остатки отрезаем и переходим теперь к нашему перу. Нитка остается здесь. Значит, перо будет у вас наматываться так же, как вот и у меня. Я буду показывать плоскостью. Как вы выберете для себя, куда будут бородки торчать, это уже не принципиально. Главное, возле хвостика делаем один полный загиб. и как вы видите, мы должны до пуховой части выбрать длину, шаг, с которым будет двигаться наше перышко. Так, чтобы нам его хватило до конца нашего тела. вот как раз очень даже и хорошо. Но доходим теперь до места крепления нашего шарика. Перо нам желательно, друзья мои, развернуть. И теперь уже аккуратненько бородочки, так как мы с вами будем формировать здесь воротник. И аккуратненько уводим все бородки выполним полное количество оборотов, вот ровно столько, сколько будет позволять до пуховой части нам перо. И как я уже неоднократно вам рассказывал, для того, чтобы не было жабо, здесь воротничка мы с вами и оставили место для крепления материалов. Удаляем теперь наши остатки. Я немножко нанесу клей на нить, но предварительно нам надо убрать вот так все наши бородки перьев совсем-совсем немножечко и промотаем. Так будет достаточно. Берем нашу леску и выбираем теперь направление обмотки, хорошо раздвигая все бородки нашего пера, так, чтобы оно у нас не было примято. Вот таким шевелением движемся к нашему шарику. и у шарика выполняем уже несколько полных оборотов. Уводим опять бородочки, если необходимо, можно их слегка намочить. те, которые подмялись бородки, желательно поправить нам сразу. И как вы видите, у нас с вами возле нашего шарика есть немножко пустого места. Это изначально было задумано для того, чтобы мы могли сейчас здесь с вами или дабингом, или пером, или как вы захотите, можно допустим обмотать другим материалом привлекающим, как спектродаббинг или флешем, любым материалом, который дополнительно еще будет привлекать рыбу. но учитывая то, что у нас здесь привлекающих элементов больше, чем достаточно, я беру опять совсем немножечко меха нашего кролика и теперь уже я не буду делать вот такую дабинговую веревку, которую мы с вами изготавливали, а возьмем небольшое количество и изготовим дабинговую нить, чтобы можно было здесь сделать рыхлый такой воротничок. Берем небольшими порциями мех, накладываем сильно, его не прокручиваем, не трамбуем, делаем несколько рыхлым нашу веревочку. вот приблизительно такое небольшое количество будет достаточно, уводим, слегка увлажнив наши пальцы назад перо и как у нас рыхло вот так будет получаться эта точка наше прицеливание, мы ее оставляем, нить переводим ближе к шарику, и теперь уже здесь делаем окончательный узел. Нить можно мазать, можно не мазать, дело в том, что даббинг настолько хорошо будет держать весь наш материал, что нам в этом нет необходимости. Но теперь для того, чтобы наш стример был окончательно готов, нам необходимо с вами вот эти все даббинг, которые у нас имеются, мы должны его хорошо здесь распушить, чтобы не было у нас залысин. Вот, друзья мои, и как вы видите, вот в таком варианте, как вулебагер, ну, будем говорить так, по принципу построения вулебагера мы с вами изготовили стример, который с успехом ловит не только щуку-укуня, но, как я уже говорил, и судак не пропускает, ну, и другая хищная рыба, форель в том числе. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!